С одной стороны, есть лидеры в этой президентской гонке. Они, конечно, для меня не очень симпатичные фигуры, но я бы всё-таки не стал бы их называть неофашистами, нацистами. Я имею в виду и Порошенко, и Тегибко. Наверное, многие ещё не знают, что Юлия Владимировна активно откатилась на третье место в этой говке. Они, безусловно, заинтересованы, должны быть в определённой стабилизации. Если они разумные люди, они всё-таки должны... А они люди-то разумные, хотя достаточно прагматичные, если не сказать циничные. Но, тем не менее, это так. Но есть большая группа во главе с Юлией Владимировной Тимошенко, которые совершенно не заинтересованы сейчас в стабилизации. И в эту группу входят и исполняющие обязанности президента, и исполняющие обязанности премьер-министра. И в этом проблема сейчас, так сказать. Не только американское влияние, но и их интересы. Они понимают, что они в ближайшее время после выборов потеряют власть. Другое дело, что эта власть будет отнюдь не пророссийской. Но это будет уже не их власть. И поэтому они сейчас будут бороться за то, чтобы дестабилизировать максимальную ситуацию, а может быть и сорвать выборы не только на Юго-Востоке, но и на всей территории Украины. Я не исключаю такую цену.